всех поздравляю с праздниками прошедшими надеюсь надеюсь готовы и честно говоря тема хоть и традиционная да меня немножечко она смутила поставила в тупик но мы разобрались вот и давайте быстренько посмотрим план сегодняшнего вебинара да если будут вопросы вы их присылайте и в конце я постараюсь но достаточно понятно если смогу ответить на них вот сегодня мы в первую очередь посмотрим а как в нашей б.с. сориентироваться по новому контенту да потому что пока мы отдыхали а контента все-таки в б.с. приходил вот немножечко покажу о том как мы реанимировали возобновили модуль тестирования онлайн и быстренько пробегу по новостям дополнительных проектов которые могут быть ну и полезны и интересны ну для нас с вами вот ну и давайте не терять времени и начинаем постараюсь опять же после праздников кратко емко и несложно рассказать о том что знаю поделиться вот для меня честно говоря было некоторой некоторым сюрпризом тот факт что находясь условно там в девятнадцатом году я начал видеть в б.с. книги которые датируются двадцатым годом издания мне коллеги так доходчиво объяснили что это вполне нормально и такая здравая практика вот поэтому сейчас когда мы вышли с праздников и у нас есть необходимость посмотреть а чем же пополнилась подписка да или чем пополнился б.с. вне подписки ну в общем обновление контента отсмотреть наверное следует вот поэтому ну инструментов на самом деле много и механика примерно одна и та же я покажу на примере расширенного поиска в б.с. ну и специальной зоны обновления контента чаще всего нам нужно ну об этих вещах на самом деле я часто говорю да вот когда мы с встречаемся ну лишний раз повторюсь благо это основные инструменты для поиска работы с контентом вот когда мы переходим с вами проширенный поиск б.с. ну нам сейчас необходимо понять а какой новый контент зашел нашу подписку какой контент имеется для возможности подключения ну и что есть нового вот поэтому в расширенном поиске нам предлагается огромное количество полей и фильтров для уточнения именно поисковой выборке чтобы получить именно те книги те издания может быть там не только книги там периодические издания может быть мультимедийный контент вот в новом учебном да и календарном году вот поэтому что нам здесь будет скажем так важно так это вот основные поля давайте я попробую сейчас выделить вот ну понятно что обычная строка ввода ключевого слова название ну чего угодно что содержится в контенте дальше нам будут интересны уточнения ну вот в моем конкретном случае я смотрю что-то по педагогике что зашло у меня в рамках там методического контента я уточняю поисковую выборку нужной группой вот и конечно меня ну как я моделирую ситуацию да мне интересны учебные издания в типах издания я выбираю учебное но тут можно уточнить более конкретно можно показать там задать поиску покажи мне конкретно учебники или там учебные пособия комплексы ну все что угодно входит в любой тип издания в нашем конкретном случае я поставил покажи мне все учебные которые зашли по педагогике по такому-то угрессу вот и год издания 20 нажимаем найти и получаем выборку вот здесь обратите внимание что по умолчанию у всех подписчиков бс стоит галочка доступны то есть изначально мы ищем весь контент который уже входит вашу подписку если вам нужно посмотреть несколько шире и бывает что заходит контент который в вашу подписку сейчас на конкретный момент не входит чаще всего это издательские какие-то коллекционные издания ну и может быть еще что-то что в базовую часть не входит мы просто эту галочку отжимаем повторяем поиск и получаем более широкую выборку здесь вы можете видеть что там издание допустим который подписку не зашло и на синенькая а тут у меня дальше на слайд к сожалению не поместилась доступны они такие цветастые вот ну еще раз повторимся что сочетание большого количества фильтров и настроек дает нам наиболее точную поисковую выборку поэтому буквально там несколько кликов мы можем сразу посмотреть а что у нас есть нового актуального за двадцатый год ну вообще за любой год можете поставить год издания там с 18 с 19 и получите все что есть по нужной теме еще одна зона ну вот специально и делали наверное для таких в том числе для таких случаев это зона обновления контента она у нас доступна в новом интерфейсе да кстати сейчас чуть-чуть расскажу еще анонс небольшой сделаю в новом интерфейсе во вкладке сервисы зона обновления контента она как раз и предназначена для того чтобы мы с вами могли минимальное количество действий получать вообще весь извиняюсь за сленг весь свежак который к нам заходит вот здесь мы выбираем диапазон дат за который мы хотим посмотреть обновление опять же уточняемся фильтрами да здесь опять же тип издания вот я здесь по ббк немножко уточнился ну я думаю что я разбираюсь да поэтому использую рубрикатор ббк можно использовать другие рубрикаторы можно уточнить уровень образования но опять же применить фильтры в этой ситуации вы получите все книжки которые зашли в нашу подписку опять же если у вас стоит галочка только доступные и вы можете собственно с ними сделать некоторые операции вот про операции я все время рассказываю и не не устаю повторять что вот массовые операции в б с которым мы сделали в рамках нового интерфейса это достаточно круто и удобно вот вы уж меня простите но я еще раз ваше внимание в эту зону переведу то есть в любой зоне у нас строчном виде скажем так вот в таком вот когда у вас в главном меню выставлена такая настройка можно производить массовые операции фильтры сортировки практически в любой зоне да вот те которые мы посмотрели расширенный поиск обновления контента а также каталог профильные блоки и зарядки коллекции все что угодно все это работает по одной механике мы значит наших фильтрах но тут я их скрыл опять же чтобы поместилось все на картинку делаем выборку получаем нужный контент и прямо здесь можем произвести там галочками массовые операции отмечаем нужные здания и нажимаем кнопку выберите действия но тут уже в зависимости от типа учетной записи если там библиотекарь или у вас там специальная учетная запись вы преподаватель у вас будет набор там определенных действий то есть библиотекарь там или преподаватель может добавить книги там книг обеспеченность в рабочую программу в учебную программу пардон студенты могут сохранить в избранном в закладках и так далее вот поэтому пользуйтесь массовыми операциями это всегда круто всегда удобно и экономит кучу времени ну опять же здесь же в этой же кнопочке вы можете выгрузить список изданий там в удобном вам виде теперь вот обещал немножечко анонс анонс сделать по новому интерфейсу мы когда его выкладывали я сейчас условно скажем несколько месяцев назад мы дали возможность нашим клиентам по обыкнуться посмотреть по щелкать между новым и старым интерфейсом но это касалось главного главного пользователя организации и решить для себя чем вы будете пользоваться однако как бы время идет по статистике мы видим что большинство наших клиентов перешли на новый интерфейс безболезненно и пользуются им постоянно и наверное к февралю мы будем ну условно принудительно всех переводить на новый интерфейс то есть мы первую очередь сделаем рассылку о том что пожалуйста посмотрите привыкайте и где-то феврале мы отключим поддержку старого интерфейса но в том числе это делается для того чтобы бесс работала быстрее ну просто потому что мощность скажем так все таки нашей системы она не безгранична и когда мы поддерживаем условно две механики для каждого клиента система работает чуть чуть медленнее вот в том числе поэтому мы переводим все всю бесс и всех подписчиков на новый интерфейс еще раз повторюсь будут уведомления мы сделаем это максимально безболезненно и наверное даст февраля все будет работать в новом интерфейсе это даст нам ускорение загрузки страниц ну и в общем то общий комфорт скажем так пребывание с нами он должен вырасти так ну я надеюсь с поиском и отслеживанием обновлений контента мы так немножечко разобрались опять же если если есть вопросы вы можете написать те вопросы которые я смогу ответить прямо сейчас я озвучу а если будут какие-то вопросы которые ну немножко вне моей зоны мы эти вопросы тогда адресуем куда следует идем дальше была у нас такая ну на мой взгляд интересная история когда мы разрабатывали и обслуживали и предлагали вам интерактивные тесты да про книга фонт отвечу в конце спасибо интерактивные тесты это такая история наверное не заслуженно забытая но вот новом году мы решили ее возобновить опять же адаптировали для нового интерфейса и сейчас сервис интерактивного онлайн тестирования он доступен опять же во вкладке сервисы последний пункт если вы видите вот вот он я еще раз его обведу вот есть и и ссылочка да давайте ссылочку тоже в чат брошу если сейчас у меня получится да ну то есть если вы авторизованы в бс можете прям по ссылочке перейти посмотреть как это все работает тесты у нас выполнены ну вот я чуть-чуть перед перескочил но ничего тесты у нас выполнены по там направлением тематикам да и составляются согласно определенным учебником вот для каждого учебника разработан там я сейчас могу где-то плавать в районе 400 вопросов по каждой главе по каждому разделу и если у вас есть необходимость вы можете проверить свои знания знания своих студентов тесты можно использовать как обучающий инструмент тестирует и стру я собственно там промежуточного тестирования и как экзаменационный инструмент вот поэтому выбрав определенный тест в структуре можете разметить учебником галочками по каким главам вы хотите провести тестирование и собственно запустить интерактивный тест давайте посмотрим чуть дальше в момент тестирования у нас идет учет времени всплывают вопросы как обычно мы на них отвечаем дать тестируем и на них отвечает вы не смотрите что такие результаты не очень да это я не будучи экспертом проверял систему да поэтому у меня ну так себе если честно так себе вот вообще проходя по тесту вы можете контролировать время время смотреть сколько вопросов пройдено сколько вопросов осталось и в общем то весь прогресс во время работы но он собственно отображается для удобства и ваш и вас и и тестируем их и кого угодно и идем дальше по результатам тестирования мы получаем такого вида резюме насколько успешно пройден тест вот и собственно можем дождать какую-то оценку здесь интересная еще история как раз с режимами то есть что я говорил есть режим обучения режим тестирования и режим экзамена вот как это все работает у нас на в инструкции есть определенные можете попробовать посмотреть для себя выбрать может быть действительно для ваших программах найдутся тесты и учебники которые там совпадут закроют ваши потребности еще интересный момент если вы это сервис чуть глубже посмотрите там есть возможность создать свои тесты ну это скажем так при поддержке нашей поддержки уж извините за тавтологию давайте пойдем дальше опять же если вопросы есть вы задавайте я ничего не забуду в конце отвечу а еще вот немножечко расскажу чуть-чуть в сторону да но все же близко к теме мы наверное год назад по моему участвовали и выиграли там президентский грант и в рамках этого гранта разработали проект он называется аналитик чтения наверное в первую очередь он интересен для для педагогов и там преподаватели русского языка литературы но на самом деле можно смотреть на это дело шире этот сервис сейчас он доступен давайте сейчас тоже ссылку скину в чат вдруг что сервис доступен у нас абсолютно всем и каждому он бесплатный для использования необходимо лишь зарегистрироваться то есть указать контактные данные коротко там о себе анкету заполнить после этого вы получаете доступ ко всему функционалу который там есть и по большому счету этот сервис можно разбить ну может быть вы о нем слышали но все равно расскажу на три большие зоны то есть первая зона это зона проверки текста немножко расскажу как как я это вижу да и и как мы планировали это использовать то есть у нас есть небольшие сейчас в обучении скажем так и предоставлении контента для учащихся проблемы что не все дети читая текст могут его правильно воспринять да и для развития навыков чтения нам нужно определять а вот этот текст подходит для детей которые там читают на троечку или не подходит да и кому лучше какой текст предложить подбирая там вне классную например литературу там или ну вообще собственно классную литературу можно закинуть фрагмент в этот сервис и посмотреть а для какого насколько этот текст подходит для определенной возрастной группы опять же повторюсь это все бесплатно и по результатам тестирования вы получите уведомление на почту и собственно в самом сервисе результаты ваших проверок хранятся неограниченное время тут единственный момент нам с вами нужно понимать что конечно в большей степени этот сервис и конкретно сервис проверки текстов он предназначен для повествовательных для повествовательного контента то есть это контент который не требует каких-то дополнительных материалов для понимания ну например если у вас есть текст для понимания которого необходимы там иллюстрации картинки схемы те что угодно аудио видео там наверное такой текст полным возможно в полной мере оценить нельзя но если это обычный повествовательный текст то конечно он проанализируется достаточно легко и результат будет достаточно точным вот и еще раз сейчас я немножечко расскажу тоже как это использовать то есть первую очередь этот конкретный инструмент подойдет для проверки текстов сейчас наверное наверное с другого конца начну сам самого неожиданного случая мы столкнулись с тем что есть и авторы там и даже преподаватели которые самостоятельно составляют какие-то тексты и чтобы понять он вообще подойдет для возрастной группы и для конкретного уровня чтения или нет это здесь можно достаточно просто проверить во вторых можете проверить свою базу текстов там закидывая фрагменты и понимаю подойдет там людям вашим учащимся школьникам или нет сейчас я чуть дальше покажу после того как вы провели тестирование еще раз скажу все приходит на почту которую указали уведомления и собственно ссылочки и в специальной зоне она называется там проверка это результаты проверки хранятся все тексты их можно скачать можно посмотреть резюме ну и в общем то оценить она как бы подходит или не подходит добрый день давайте дальше еще посмотрим вторая зона это кстати достаточно такая но я на самое объемное да и вот то чего не хватало долгое время это как раз зона сервис для проверки уровня чтения да то есть если мы говорим о том младших классах то вообще понимаем говорим о технике чтения да насколько легко и успешно там ребенок умеет читать вот если мы говорим о старшей группе мы говорим о том насколько текст насколько ребенок там да или тестируемый может усваивать информацию в этих текстах у нас разработана достаточно серьезная программа оценки и предложены скажем так анкетные вопросы для преподавателя но это я чуть позже вернусь после первой ну чуть-чуть тоже об истории так как с этим проектом много чего связано расскажу что когда вы первый раз презентовали вот этот функционал у нас достаточно много преподавателей собралось вот и у меня был такой вопрос а сделайте пожалуйста запись аудио ну вот у нас как бы ребенок там прочитал текст да а потом через полгода вот как оценить лучше он стал читать хуже нам эти вопросы ушли да и предложили еще запись аудио поэтому теперь тут есть некоторые ограничения да во всех современных браузерах актуальных эта функция работает поэтому если вы там допустим размещаете ребенка перед компьютером там ноутбуком и есть у вас микрофон вы можете записать как именно читает ребенок то есть здесь все достаточно просто мы выбираем там возрастную группу ну вот у нас пятые седьмые классы выбираем текст тут достаточно большая подборка текстов уже размеченных для тестирования можем распечатать его для вашего удобства или там ребенку дать на бумаге мы можем посадить его перед монитором заполняем собственно кто это у нас тут читает для того чтобы легко было найти результаты и конечно первую очередь проверяем микрофон там две кнопки нажали что-то сказали запись показалась окей можно можно продолжать после того как мы начинаем тестирование открывается собственно текст на экране как вы видите поначалу он замылен так чтобы посмотреть нельзя было включается секундомер идет запись и в принципе ребенок читает для для преподавателя есть такая же дополнительная функция скачать анкету если вам голове неудобно держать вы скачиваете анкету ставите галочки потом заполняете тест дальше в интерфейсе вот я очень извиняюсь да тут ко мне тут рабочий год начался поэтому меня посещают вот после того как ребенок ну и тестируем можете на самом деле кого угодно тестировать про прочитал текст мы заполняем анкету насколько правильно он ответил на вопросы на понимание если мы говорим о старшей возрастной группы более развитых уровнях чтения вот и там какие ошибки он совершал вот после того как мы закончили тест результаты хранятся но опять же как и говорил неограниченное количество времени здесь у нас есть режиме по чтению там со всеми со всеми особенностями которые были и как вы видите можно прослушать как как тестируемый читал да можно скачать его за аудиозапись ну если вы храните эти вещи там где-то в какой-то своей среде или системе ага и еще одна часть так это что у нас а ну этот какой пардон 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 если мы говорим о хранении то как раз вот оно здесь а зона я надеюсь что с контрастом не могу понять надеюсь вам видно здесь можно достаточно быстро по названию там по фразе найти текст фильтрами уточнить поиск и посмотреть результаты кто как на какой момент читал это сделано для того чтобы мы как раз на протяжении времени могли отслеживать насколько там меняется уровень чтения да там я надеюсь растет вот и провести повторный тест все это будет сохраняться вода в системе еще все тексты разделены ну вот как вот у нас научная группа которая исследовала этот вопрос ну и это идет в строгом соответствии с правилами там нашего образования тексты разбиваются на гуманитарные естественно научные да это мы уже подходим к профориентированию вот есть дети которые лучше осваивают гуманитарные тексты ну большинство детей на самом деле тестировали много кого вот но есть на самом деле такие товарищи которые и естественно научные тексты воспринимают лучше и для того чтобы как бы немножечко смотреть и вообще на ранней стадии определить профессиональную скажем так направленность будущую ребенка здесь тексты как раз и развиты разбиты на там естественно и естественно научные и гуманитарные тут достаточно просто понять куда собственно движется наш тестируемый вот так а я немножечко перескочил ну ладно давайте еще тогда расскажу и третий момент здесь я его отдельно на слайд не выводил это такая скажем так база знаний во первых здесь есть большое количество размеченных текстов для для тестирования и скажем так самостоятельного развития чтения данного естественно при участии там педагога или родителя есть очень большая методическая часть то есть если вы сервис посмотрите там очень много инструкций для родителей для преподавателей расписаны методики и инструкции как работать с этим сервисом вот это такой небольшой шажок в будущее потому что у нас в планах на этот год я честно говоря дату пока не скажу мы конечно хотим перейти и разметить уже уровни чтения для старшей школы и теперь постепенно двигаться к студентам вот работа такая еще на самом деле более сложная но я думаю что все впереди и мы с вами встретимся когда это будет готово и обязательно расскажу презентую более подробно что у нас получается еще один момент мы с вами так вот из области в область переходим но я думаю это правильно чтобы все в одну кучу не лепить еще одна новость у нас да она такая прям вот сегодня я получал уже письма и готовимся мы к релизу арт-библиотеки может быть кто-то сталкивался с нашим арт-порталом это такой ну сайтом наверно уже язык не поворачивается назвать да портал где собраны основные произведения там мировой художественной культуры а также собрана большая методическая часть скажем так описание всего этого и теперь на этом портале еще появляется арт-библиотека это на самом деле такой большой достаточно проект где собрана литература по всем направлениям мирового искусства окей хорошо спасибо спасибо вот сейчас прямо сегодня ссылочку вы не найдете да но если у вас есть интерес определенный можете обратиться в поддержку можете там после вебинара там нельзя ко мне в служб поддержка вашему менеджеру обратиться и тестовый доступ и получить я сейчас чуть-чуть библиотечку покажу вот об условиях подключения я наверно говорить не буду потому что честно говоря сам в этих коммерческих делах там немножко плаваю да ну компьютерная графика интересная история да вот осознанно мы ее включили класс на самом деле ну вот давайте давайте я считаю давайте честно да я считаю чем проще тем лучше разобраться поэтому эту библиотеку там под под моим надзором делали достаточно строго и без излишеств да поэтому здесь у нас есть рубрики в рубриках коротко о каждой книге пока он небольшие сортировки выгрузки и собственно сама страничка книги там содержит основные ключевые данные аннотацию ну и естественно там историю вашего чтения и к вашему так историю вашего чтения ну и собственно кнопку читать библиотеке подключена сейчас но назовем так это адаптивная читалка то есть чтение по-прежнему происходит по подписке онлайн но теперь телефонный конечно читать стало удобно с телефона с планшета с компьютера как угодно читалка открывается практически я сейчас не помню статистику да там на 13 тысяч тысячах из 14 тысяч возможных устройств которые вообще зарегистрированы у нас в мире вот поэтому там с вероятностью 90 там много процентов она откроется на вашем телефоне будет нормально работать вот то есть читалки есть поиск есть закладочки ну и в общем то все это достаточно бодро и понятно работает вот если у вас возник интерес да хочется посмотреть что за книжки что библиотека ну там как бы обращайтесь как раз может быть на днях мы с вами и анонсируем это дело там рассылкой приглашениями и покажем интерфейс сейчас то работает но пока для нас с вами широкому кругу пока не показывали но осталось пару дней вот еще одна интересная история на мой взгляд это тот самый ресурсный центр иностранных языков тут на рынке скажем нашим нашим так на рынке bs возникла небольшая ну скажем так возник небольшой интерес волна до к направлению я не знаю даже как это называется лингвистики скажем тогда русский как иностранный вот и вот абсолютно внезапно оказывается что мы-то это все уже сделали тысячу лет назад просто должного внимания этому хозяйству не уделили вот поэтому теперь на базе bs ну не только теперь это всегда было ну давайте просто еще раз повторим закрепим есть такой раздел как ресурсный центр иностранных языков там у нас собраны такие достаточно объемные подборки по литературе именно для кафедр лингвистики и там я думаю даже там филологии может быть на первую очередь лингвистики здесь у нас хранится контент по там языкам я уж не помню там 14 языков собранные там издания российских издательств которые в этой области работают и знания зарубежных издательств и там книги на языке оригинала и в общем то наверное все что нам может облегчить жизнь да и снабдить нас контентом для этих нужд там имеется все это дело тоже там работает по заявочке если вы сейчас уже являетесь подписчиком и пользуетесь bs то ряд этих изданий может уже быть включен но есть и книжки которые то по отдельной подписке тоже предоставляются поэтому как бы всех ресурсный центр приглашаю посмотреть опа как я быстро перескочил в ресурсный центр приглашаю посмотреть и и собственно выбрать что вам там может быть интересно если книжка доступна она у нас такая цветастая если книжка недоступна она для вас будет серенькая и это как бы значит что ну наверно нужно с менеджером связаться просите как эту книгу получить ну на текущий момент я наверное буду заканчивать потому что честно говоря сам не ожидал что быстро так все рассказал я готов ответить на вопросы вот первый вопрос я вижу до вижу вопросы сейчас по порядку постараюсь ответить так по bs по bs книга фонд у нас был вопрос на текущий момент у нас и бс книга фонд не не поддерживается и по факту ее больше не существует я насколько помню у нас была проведена работа по предоставлению доступов в бс университетской библиотеки онлайн сохранением подписки переводом вот ну и собственно контент тоже весь там поэтому ну а причинах наверное говорить не буду да то есть долго скажу лишь что там это наверное было не не очень нам удобно содержать две а на самом деле похожие бс вот поэтому мы работаем в основном на университетской библиотекой онлайн и в плане контента и в плане технического обеспечения поэтому да и без книга фонд сейчас недоступна если у вас есть какие-то потребности обратитесь мы все ваши нужды закроем в нашей основной бс вот сейчас я второй вопросик посмотрю так 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 разработана ли в бс тестирование до студентов высшей школы да у нас есть ряд тестов я сейчас честно говоря уже не припомню по каким конкретным направлениям но в поиске то есть если вы по этой ссылочке перейдете авторизованные вы можете посмотреть да для высшей школы есть есть для средней школы подготовка и г и уже для учащихся вузов есть тестирование онлайн по ряду направлений конкретно я не помню но в большинстве случаев это гуманитарные направления так как можно наблюдать результаты вестирование группы вот это хороший вопрос там у нас есть как раз режим тестирования режим экзамена вы пожалуйста эти вещи посмотрите если будут вопросы дополнительно у меня просто видите сейчас в онлайне не могу показать если будут вопросы мы конечно ответим да вот кто-то с нами здоровается добрый день добрый день всем вот ну если есть еще вопросы задавайте я пока здесь пока с вами готов ответить до следующий раз про новинки в марте но 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 если вдруг что-нибудь прям такое мы успеем своя я думаю что успеем то может быть и феврале с вами встретимся спасибо